Кошмарные новости! А второй, который наоборот знаменит своим сверх обостренным чувством справедливости. Ну они были просто созданы, чтобы посраться и наконец-то посрались. И я бы, как и вот всех предыдущих подобных ситуаций, такого бы не коснулся, если бы одной из причин их срача не стал бы вопрос, как правильно родину любить. А вот это, по-моему, очень интересная тема. Собственно, об этом сегодня и будем рассуждать. Здрасте, вы на канале Сейна. Кшевцов очень давно критикует СНГ. И при этом критикует не сказать, чтобы как-то отлично от всех остальных. Вот, может, вам это в голову не приходило, и я думаю, вряд ли приходит в голову там большинству тех, кто смотрит подобные ролики, но такая позиция на самом деле мейнстрим. Принято говорить, что это не так, потому что есть там люди у власти, госпропаганда и все остальное, которое говорит обратное, но по сути мнение о том, что все русское хуже, оно абсолютно мейнстримное. Условно, мой отец, например, вот всю свою жизнь принципиально не смотрит русские фильмы и не смотрит русскую музыку. У него этот рефлекс, да, и метод восприятия информации выработался еще в советские времена, и он, честно говоря, в основном не дает сбой, то есть лично в его жизни это, наоборот, отлично пригождается. И более такой релевантный пример конкретно к самому Шевцову, что именно вся его аудитория думает так же. И не только его, даже там те, с кем он ругается и те, кого он ненавидит, они думают так же, потому что на самом деле это популярный взгляд на вещи. В основном из-за того, что он простой. И я уже упоминал в своих предыдущих роликах, что серьезная часть провокаций Шевцова рассчитана совершенно не на его аудиторию. Ну, во-первых, там аудиторию вечно провоцировать можно ее и подрастерять, но он говорит вещи, которые очень часто его людям на его канале абсолютно понятны. И он как раз вот в этом конфликте это прям произнес, что 80% просмотров, да, это люди, которые и так все понимают, а 20% это те, кто могут что-то понять. А когда моя провокация дойдет до оставшихся 20%, она, возможно, что-то у них в голове исправит. Но это такое вот наполовину лукавство, потому что, ну, в действительности то, неизвестно, дойдет ли она на самом деле до этих 20%, потому что они, возможно, вообще другими социальными сетями пользуются, ну, и вы знаете отношения там людей с консервативным складом ума к каким-то молодым выебистым чувакам в интернете. Ну, то есть, я не уверен, что подобная штука прям точно на кого-то повлияет. Может и повлияет, я как бы свечку не держал, но все равно получается, что большая часть тех, кто эти видосы смотрит, на них эта провокация вовсе и не рассчитана. Как бы. И вот потенциальный миллион, которые смотрит каждый ролик Шевцова, все эти люди, они, по сути, просто смотрят это такие, да-да-да, и там ставят лайки, оставляют комменты, чтобы контент дальше продвинулся, и они таким образом повлияли на тех, кто с ними еще не согласен. Но на самом деле, мне кажется, ровно в этом и состоит интерес, что этим оправдывается, ну, неадекватная жесткость, такая подростковость позиции, что, мол, ну, я же провоцирую, да, мне важно вызвать вот бугурт с той стороны, а другим людям, ну, все интересно наблюдать за конфликтами, да, вот вы сейчас этот ролик смотрите, а я его снимаю, потому что конфликты привлекают внимание. И интерес этих видосов заключается в том, что Шевцов уничтожает невидимого соперника каждый раз, а этот невидимый соперник, он отлично материализуется в головах всех его зрителей, потому что этот образ ватника, он абсолютно мейнстримный, и среди прогрессивных пользователей интернета, то есть даже потенциальной аудитории Шевцова, гораздо, ну, как и меня, как и Стаса, и как просто, как и всех остальных, гораздо больше людей, которые настроены скорее либо оппозиционно, либо просто скептически. Вот скептическое отношение, оно, мне кажется, у нас общее по стране, реально, вот таких людей больше всего. И что вот в конфликте никак не обсуждалось, это причины этого скептицизма. А они, по-моему, у всех одни, и при этом, ну, очень существенные. Я это называю русским зазеркальем, потому что у нас очень много вещей, как будто бы понарошку. У современных школьников может по-другому, а я, например, прекрасно помню, как, условно, все учителя не понимали, зачем надо ЕГЭ, или терпеть не могли ЕГЭ. Вот сколько я учился, столько ЕГЭ всячески обсирали, всем оно не нравилось. При этом последние несколько лет вашего обучения, которые вы могли бы готовиться к вузу, да, как-то планировать свою жизнь, вот про то, кто кем станет, кто как будет жить, вообще это никого не волнует, волнует ЕГЭ. А зачем нужно ЕГЭ? Да хуй его знает. Я вот сменил шесть школ, там большая часть из них были обычные государственные, вот ни в какой, кроме одной, там, Московская Международная Киношкола, большой респект, ни в одной не объясняли, зачем, например, нужна алгебра. И я это уже рассказывал на подкасте у Мастридера, что у нас вот среди одноклассников была такая как бы киллер фича, уничтожающий вопрос, на который не может ответить ни один педагог, зачем нужна математика нам? Ну то есть, ладно, там простые числа складывать, но именно, ну дальше, ну вот эти дроби, ну вся остальная херня, просто зачем? То есть, даже не с позиции, что мы, типа, супер не хотим ее учить, а просто для чего мы все это делаем? Ни хера на это не отвечают. Чаще всего можно вот было услышать ответ, что там твои родители школу закончили, и ты закончишь, ты ее дотерпи, и потом нормально будет. А потом нормально не будет. Я тоже не устаю упоминать это в своих видосах, но сколько у нас людей поступают в ВУЗ для чего угодно, кроме как для образования. Кто-то поступает там для родителей, потому что они уверены, что их сын должен стать инженером, а он вообще этого не хочет. Или вообще никаких целей у него условно нету. И при том, ну это очень распространенная ситуация, там вот половина людей в моем ВУЗе такие, я в свое время делал видос, вообще в принципе про российское образование, и то же самое подтверждали люди даже в более крутых ВУЗах, чем мой. То есть иногда за вот эту вот профанацию абсолютно отдаются и большие деньги, и вкладывают сюда большие силы. Опять же, там вот эти годы подготовки к ЕГЭ, они нужны для того, что человеку не надо вообще. И вот это, ну опять же, может не только в России, но, например, что в Штатах, что в Европе, там вот есть понятие gap year. Когда ты можешь взять и просто годик подумать, подождать, а нужно ли тебе это вообще образование, не нужно, а какое именно нужно и так далее. То есть, возможно, это сейчас там будет у современных школьников, но большая часть моего поколения, там куча моих знакомых, они поступали в ВУЗы по каким угодно причинам, кроме тех, что они реально туда хотели. Ну и как бы то, что у нас полстраны работает не по образованию, и там просто миллиарды есть шуток про то, как можно подтереться дипломом и как он никому не нужен, вот, я думаю, можно не объяснять уровень профанации образования в нашей стране. И после того, как человек получил среднее ненастоящее образование, потом высшее ненастоящее образование, и при том все это время знал, что дипломом вполне возможно не пригодится, он сидел там вот эти вот три года на парах, вполне себе ощущая, что, ну, возможно, это просто бессмысленная хуйня. То есть я здесь просто сижу, ну, ну типа как в тюрьме, но не в тюрьме. После этого он оказывается в мире, где тоже до хера всего ненастоящего. Например, получить права, все знают, насколько много у нас людей покупают права. Для того, чтобы пройти некоторые этапы и в других жизненных ситуациях тоже, то есть есть как бы реальный метод. Вот я, например, недавно получал там одну справку по несудимости, да, и я прихожу в МФЦ, мне говорят, что она делается там месяц с хреном, и я говорю, можно ли как-то быстрее, есть ли какие-нибудь еще варианты? Мне говорят, нет, никаких вариантов нет вообще. При этом берете, забиваете в гугл справки о несудимости, и оказывается в центре Москвы, да и не только Москвы, вообще любых городов, есть организации, которые делают абсолютно оригинальные справки о несудимости, то есть там со всеми нужными печатками абсолютно нужного образца, но гораздо быстрее и за деньги. То есть это тоже как бы официальная, но не совсем официальная организация. И я думаю, каждый вот житель России, может и СНГ, я там вот только за Россию могу говорить, он сталкивается с какой-то подобной фигней регулярно, то есть есть вот как написано, и как по идее должно работать, но все понимают, что так оно работать не будет. Там вот каждый год у нас принимается куча законов, а как бы в итоге реализуется только часть из них. И не то, что такого не происходит в других странах, но мне кажется, у нас какой-то глобальный уровень, что типа, ну им там надо что-то написать, ну там какую-нибудь статистику закрыть, они пусть закрывают, от нас только отъебитесь. Вот мне кажется, у нас эта штука прям расцвела настолько буйным цветом, что от этого берется глобальное недоверие людей вообще ко всему происходящему. И знаете, мне кажется, каждую проблему вот каждой страны, вот за исключением некоторых, которые имеют совсем вот конкретные, понятные предпосылки, можно объяснить каким-то фактом из прошлого. То есть вот у нас сейчас явно есть такая тема, что коннект между людьми сверху к людям снизу налажен очень херово. То есть именно в плане рекламирования какой-нибудь госпрограммы, вот сколько себя помню, эта тема не работала. Это можно отослать там к Советскому Союзу, можно к Царской России, хоть к Ивану Грозному, блядь, печенегам, кому угодно. Без разницы. Ну вот буквально сегодня смотрел ролик Саиндука, и вот слоган советской пепсиколы, ну не слоган, а как ее описывают, это напиток, рассчитанный на доставление длительного освежающего удовольствия. И вот этот вот маркетинг, да, он, мне кажется, присутствует ровно по сей день. И то же самое у нас произошло, например, с недавней вакцинацией. Я вот, например, в Москве, здесь это было сделать так легко, как, ну, мало где в мире. Далеко не все страны смогли организовать, там, пункты вакцинации, ну, почти на каждом шагу. И при этом, где действительно бесплатно, беспроблемно, там, отстояв сначала небольшую очередь, там, потом побольше очередь, но все равно бесплатно, и прям день в день можно было поставить себе прививку. Но при этом именно реклама и вот какой-то уровень, типа, донесения что-то до простого населения, он настолько потерян, что это вот тоже никак не сработало. Что даже если условия реально хорошие, все равно, ну, да, да, они опять что-то сказали хорошо. И примеров этих провальных рекламных акций, ну, которые реально смешные, можно вспомнить их десятки. Там, что стоит один робот Федор? Ну, то есть его же реально на серьезных щах прям представляют. И все эти вещи, они настолько для нас обыденные, что уже скучно про них рассказывать. Но это вот самое русское зазеркалье, оно построено и существует. И именно оно дает возможность сваливать вообще любые проблемы на то, что, ну, это же Россия. И вот высказывание Шевцова по поводу того, что он всегда узнает там русского человека или человека из СНГ в аэропорту, это, мне кажется, как раз в тему этого. По сути, он говорит, что вот наши люди стремятся к очень дорогим шмоткам, но при этом даже с этими дорогими шмотками они выглядят совершенно безвкусно. Если попробовать то же самое описать каким-то другим довольно популярным словом, то это слово будет цыганщина. То есть как совершенно не относящаяся к русским. А если вспомнить, кому еще подобные особенности свойственны, то вот посмотрите на этих товарищей. Как вам? Вещи, по-моему, дорогие. И безвкусно, по-моему. Ну, пиздец, как безвкусно. И что объединяет всех этих людей? Это происхождение из каких-то бедных слоев, при этом недостаток образования, как следствие, невоспитанность вкуса. И отсюда появляется вот такой вот стиль с брюликами и цацками, которые никак друг с другом не сочетаются. И, естественно, у этого нет там национальности. Очень много разных представителей вот этого там. Можно сказать, что в каждой нации что-то подобное есть. Вот везде, где есть бедные, которые либо становятся богатыми, либо добираются там до рынков продукции с Алиэкспресса, получается вот такой эффект. И как раз таки, мне кажется, вот на подобных штуках останавливаться, да, и критически относиться к подобным мыслям, это вот долг, мне кажется, каждого человека, существующего в современной России и, возможно, во всех остальных странах СНГ. Потому что присваивание какой-то абсолютно общечеловеческой проблемы конкретному народу, это вот тема, которая происходит постоянно. И в этом смысле, мне кажется, очень важно отделять. И при этом хочется обратить ваше внимание на то, какие вообще люди рассуждают о чувстве стиля и вкуса. Вот мерч одного, вот мерч второго, а у меня мерча вообще пока нет. Выйдет, тоже говно будет. Так, пацаны, это белизна, и я, честно говоря, вообще не ебу, что сейчас произойдет. По идее, этим нельзя дышать, но я же помру за русский YouTube, правильно? Так, похоже, какая-то хуйня. Ни хера не произошло, пришлось поменять ткань. И вот решил сюда добавить мысль, которая очевидная, но при этом намеренно или случайно упускается из виду во всех подобных конфликтах. Все делают ошибки. Да, это опять же, это понятно. Но мы еще и блогеры. То есть даже не журналисты. У нас нет ни редакторов, которые над нами, ни каких-то целых отделов, которые проверяют, там, занимаются факт-чекингом всего, что мы вообще производим. И вот у меня, например, сейчас, при том, что я небольшой блогер, даже относительно тех, кого обсуждаю, а есть еще гораздо более топовые, у меня сейчас два ролика делаются всегда одновременно, и один еще находится в состоянии планирования. То есть там всякие организации по съемкам идут. То есть, представляете, куча херни происходит вот одновременно. И помимо фактологических ошибок, которые можно совершить, можно сделать оговорку, можно сказать именно просто какую-то тупую мысль. Можете вот вы что-то там с друзьями обсуждать-обсуждать, и в узком вашем кругу это не будет вызывать никакого отторжения. А потом вы выходите на более широкую интернет-массу, и оказывается, что эта мысль имела там в себе 150 недочетов, которые вы просто вот в своем кругу не имели возможности проверить. И опять же, вот мне буквально недавно подруга скинула скриншот из РБК, где было написано, что привстал острый вопрос. То есть даже когда есть редакторы, и когда есть дохера всего, все равно проскакивает какая-то тупня. И вот этой вот тупни у блогеров дохерища, опять же, мысль очевидная, и вот от этого все пытаются избавиться по мере возможностей, но полностью от этого застраховаться нереально. Но вся эта история очень хорошо балансится, в самом же интернете. Потому что каждого блогера можно взять, понаискать у него вот этих вот ошибок, которые он совершил в разное время, опять же, вот в этом бешеном дрочерском процессе, который никогда не кончается, составить вместе вот несколько его ошибок, и дальше классические тезисы. Во-первых, он супер долбоеб, а во-вторых, он все делает ради того, чтобы зарабатывать бабки. И вот реально, что называется, скриньте братва. Когда я наберу достаточно подписчиков, чтобы на меня было выгодно снимать разоблачение, вот со мной будут делать ровно то же самое. Так же делают и со всеми. И для сообщества это даже скорее полезно, потому что, честно говоря, пока одни контентмейкеры в супер аху и находятся в своем темпе, другие, наоборот, слишком расслабляются, и там кто-то пиздит чужие видосы, кто-то просто хуй на них кладет, и все-таки наличие вот этой возможности разоблачения, оно все-таки держит многих в тонусе, и это скорее полезно. Но с другой стороны, вот что для вас, как для зрителей, важно, это то, что не на все сделано разоблачение. Все-таки не выкидывайте из головы, что мы все еще обычные люди, которые при этом находимся вот в этом ебучем темпе, который навязывает нам современный интернет и современные медиа. И не стоит, в принципе, никаким блогерам доверять до конца. К тому же, что, то есть мало того, что они могут совершить именно просто ошибки и сказать вам неправильную информацию, они могут просто искренне заблуждаться. И многие вещи, которые они говорят, что-то они могут сказать, потому что это модно, что-то они могут сказать, потому что они это просто услышали, и так далее. Совершенно не все, что говорят блогеры, относятся вот прям, ну, является непосредственно их мнением. Более того, я думаю, вы представляете, какое огромное количество высказываний и различные медийные личности делают только потому, что эта тема сейчас обсуждается. То есть просто есть какая-нибудь актуальная тема, которая сейчас вирусится, и каждая собака, которая к ней даже близко не относилась, решает по этому поводу высказаться. И опять же, для других блогеров это отличный повод разъебать это высказывание и заработать себе аудиторию. Но для вас очень важно понимать, что из этого вообще шлак и какое мнение высосано из пальца. Мне кажется, это важно. И в плане стиля, не знаю, как вы, а я вот 99-го года рождения отлично помню, как в принципе все русское было совершенно немодным. И старались вот даже самые обычные и базовые вещи написать на английском языке. Все что угодно, там запельмень, курочка гриль. Нельзя было в принципе представить, что что-то стильное называется русским словом, русскими буквами. Там до сих пор создатели фанфиков, они в своих рассказах про город Н, в смысле нефтекамск, пишут, что у них там Алекс и Оливия, а не какой-нибудь там Вася и Лена. Лина, съебись. Так, кошка, тебе нельзя к растворителю. Кот, уйди, и на моих глазах начали появляться классные русские дизайны. И вот сейчас, например, открывается какое-нибудь хипстерское место в Москве или появляется новый бренд одежды, и он уже называется русскими словами. Там, там, популярный фудкорт Депо, бренд Волчок, бренд Спутник 1985. И, ну, очень много подобных примеров. В принципе, сейчас чаще используют русские слова, потому что это айдентика. И вот эту разницу, мне кажется, между модным и немодным русским, ее сделали именно талантливые русские дизайнеры. Вот есть, например, суперспорная фигура Артемий Лебедев, да, который вот, ну, неоднозначный, насколько только возможно быть неоднозначным. Но при этом, то, что он сделал с московским метро, это однозначно охуенно. Это, блядь, это однозначно респект и уважуха, потому что, ну, вот до этого, вот, опять же, если вы помните, вот вам картинки. Было ощущение, что спускаешься в тюрьму. И эти шрифты, и эти надписи, и это все. Опять же, если вы считаете, что это все не важно, то вы ни хера не понимаете. Потому что это формирует вас и ваших соотечественников каждый день жизни. Это то, вот этот вот визуальная история, вы ее ежедневно видите. Это является частью вашего настроения, вашего всего просто это частью является. Может, есть какие-то исследования, которые там что-то доказывают, но я абсолютно убежден, что люди, которые ходят по красивым улицам и видят каждый день красивые дизайны, в общем, чувствуют себя лучше, чем люди, которые всего этого, к сожалению, лишены. Слушайте, если вы по каким-то причинам потом захотите заняться тем же непотребством, что и я сейчас, то используйте обязательно перчатки, я пошел мыть руки. И сколько мемов ходило там про парк Горького, про то, как его Соболев прорекламировал и так далее, это стало ассоциироваться с заказной рекламой. Но на самом-то деле, вот я, например, там свои 14-15 лет по большей части находился в парке Горького и огромное количество моих друзей тоже. Это просто было реально одно из лучших мест в Москве. И я это к тому, что огромное количество вещей, которые сейчас в вашей стране херовые, они херовые, потому что до них кто-то не добрался. Весь вот этот вот ненаработанный контекст, да, не отработанный контекст, это все абсолютно вот в наших творческих руках. И буквально недавно смотрел фильм о дизайне, называется 33 слова о дизайне, в котором просили разных русских дизайнеров рассказать как раз-таки про именно сам русский дизайн из разряда чем он отличается от всего мирового, там, чего ему не хватает и все в этом контексте. И очень у многих дизайнеров, которые там говорили свое слово, проскакивало белой нитью, что особенно-то русский дизайн от там какого-то остального не сильно отличается. У нас куча талантливых чуваков, которые в принципе имеют ровно ту же базу, что и все другие. И в этом смысле европейцами русский дизайн воспринимается как такой же, как там польский или немецкий или какой угодно другой. То есть вот это противопоставление существует в первую очередь в наших головах. Весь этот спич совершенно не отменяет политических проблем, экономических проблем и всего остального, но главная его часть, что именно сами люди у нас совершенно замечательные. Сам Шевцов говорит про ценность именно русских специалистов по всему миру, и вот если бы, знаете, в условных там благовещенских и нефтекамских осталось больше людей, которые видели бы там какое-то свое будущее, то эти города, я убежден, изменились бы до неузнаваемости. И возможно это не совсем понятная мысль, но по-моему вот именно в этом и состоит патриотизм, чтобы любить условно там свою страну и свой город не конкретно здесь и сейчас и не видеть ее только в данном моменте времени. Это вот туристы видят только в данном моменте времени. И те, кто в 2006 году приехали в Москву и вошли в метро, они подумали блин, красивое метро, но что-то по ощущению как тюрьма и эти блядь турникеты и вот весь этот казенный стиль, а те, кто приехали допустим в 2018, они подумали ой, как у них все там стильно и интересно и по-современному сделано. Это для них это так, а мне кажется для нас, которые являются носителями этого культурного кода, как раз таки должно и создаваться вот это вот ощущение потенциала, что там, где сделано что-то херово, то есть, да, не нужно забывать о том, что это херово и делать вид, что этого нет, но это ваша возможность. И сам Шевцов много раз говорил про то, насколько на Западе в цене русские специалисты. Очень много подобных историй, там, вот из того, что меня недавно коснулось, очень многие татуировщики мне говорили про то, что в Европе русские татуеры охереть, как ценятся, потому что у них, как правило, скилл выше, а ценник ниже. И то же самое относится там к индустрии красоты в Европе, в России гораздо уровень косметологии выше, при этом за меньшие деньги. И такое относится к огромному количеству сфер. Просто, опять же, есть историческая ситуация, в которой оказалась ваша страна, но это она оказалась в ней сейчас, а через 10 лет она будет другой. И все эти крутейшие люди делят именно с вами культурный код. То есть, да, можно сотрудничать с западными компаниями, опять же, многие русские специалисты работают в западных компаниях и с западными коллегами, но вы же понимаете, что именно в вопросах какого-то мироощущения, да, и какого-то бэкграунда никто с вами так не сойдется, как ваши соотечественники. И куча совершенно замечательных чуваков смогут сойтись исключительно с вами, потому что вы с ними делите этот самый культурный код. И мне в этом конфликте неинтересно принимать ничью сторону, потому что здесь может создалось ощущение, что я был больше против Шевцова, но честно говоря, вот там доебки, с которыми приходит Стас, не сказать, что я могу их поддержать, ну потому что, опять же, Шевцов молодой чувак, который работает с провокацией. Ну то есть, он сейчас говорит, что это видос пятилетней давности, и я сейчас так не считаю. Типа, и потом он не будет считать еще как-то, ну потому что, в смысле, сама позиция, ну то есть, слышно, что она именно такая подростковая и провокационная. То есть, я сам недалеко ушел от подростков, но я думаю, каждый в процессе взросления очень на многие свои высказывания слышал, что это юношеский максимализм. И вот это вот, вот как раз высказывания, которые обсуждаются в этом конфликте, это чистый максимализм, как и многие другие высказывания Шевцова. Ну, опять же, типа, он их делает, а они работают, то есть, в интернете на это смотрят. И я сомневаюсь, что его зрительская база, она в итоге, если будет такие повторять высказывания, там условно, в своем кругу, не получит за них пизды, потому что на любую вот такую шаблонную позицию из разряда там все люди этой нации, этого пола или любой другой принадлежности, что-то, это обобщение, оно в любом случае напарывается на такое количество вещей в реальности, которые идут с ней в разрез, что, мне кажется, невозможно с ней долго жить. И опять же, обе стороны конфликта рассуждают и, по сути, воюют против таких вымышленных общностей, то есть, что Стас против либералов, которые там переврали Советский Союз и обвинили его в репрессиях, как же так? Что Шевцов, которые тоже воюют против эфемерной общности, и здесь можно сказать, что, ну как, ну у нас же в стране люди такие, и типа у нас люди там, ну, необразованные, зашоренные, там хотят запретить геев и все в этом духе, но вы этих людей видели? То есть, да, вы встречаетесь с ними там на улице, в магазине и в других каких-то просто сферах жизни, но при этом они не составляют круг вашего общения, и так бы было в любой другой стране, то есть, это нормально, мы же все-таки говорим о стране, да, тут дохуя народу, и вполне нормально, что вы не общаетесь со многими людьми, в силу того, что они другого возраста, у них другие интересы, другие жизненные приоритеты, другое место, где они родились или выросли, и так далее, все равно вы складываете свой круг общения именно из близких вам по этим параметрам людей, и судить страну и как бы ее население по людям, которые в ваш круг не входят, это именно неадекватная хуйня, это именно допущение, которое все подряд делают, мол, вот, все русские такие-то, а вот мои люди, мы как бы особенные русские, и можно сказать, что если бы вот эта вот там другая часть общества, к которой я не отношусь, я нормальный, а вот если бы они, там вот те вот люди с песьими головами за горой были поумнее, да, тогда бы мы жили вообще в другом обществе, но опять же, представив другое общество, окажется, что они там будут голосовать за каких-нибудь популистов, которые будут защищать там страну от мигрантов, или что-то такое, то есть, опять же, посмотрите на любую другую страну в мире, и там тоже есть такие же молодые чуваки в интернете, которые говорят, ой, какие бумеры тупые, выбирают непонятно кого, и так далее, и это опять же не к тому, что с российской политикой все отлично, и пусть все так и будет, нет, но стоит отдавать себе отчет, что есть условно там вот 20% населения, да, опять же, условно, у которых есть вот политические взгляды какие-то свои, они вот разбираются, они парятся об этом, спорят постоянно о том, там, вот правые и левые, кто правее, кто левее, а есть все остальные люди, у которых своя жизнь, и бессмысленно их за это осуждать, то есть вот во всех демократиях зачем проводится праймерис, и зачем, в принципе, есть предвыборный этап, да, для того, чтобы вот как раз люди, которые занимаются не политикой, а своей жизнью, их как раз успеть проинформировать про то, что есть вот такие-то партии, и все это надо именно для того, чтобы донести эти вещи до этих самых 80%, которые просто живут жизнь, потому что остальные 20%, вот как раз, как вы, как я, да, у которых есть какие-то взгляды, им можно, в принципе, ничего не рассказывать, они без всяких лозунгов, уже заранее знают, за кого они, против кого они, какой у них запрос, и так далее, им ничего рассказывать не надо, и да, это печально, что, как бы, все не такие активные, но это правда жизни, то есть, я думаю, бессмысленно обвинять людей в том, что они свою жизнь не живут, и при этом, как бы, чем лучше в стране ситуация становится, тем меньше, мне кажется, людям хочется париться о политике, ну как, ну, в смысле, так и есть, и наоборот, чем хуже, тем больше люди интересуются, и все это я, опять же, рассказываю не потому, что у меня есть очень большие симпатии к современной российской власти, а потому, что вполне возможно, вы никогда при своей жизни не выберете условного кандидата, который будет вам нравиться, и вы, скорее всего, всю жизнь проведете, вот если вы будете поддерживать там активную гражданскую позицию, и там политические свои взгляды не засовывать куда подальше, а их как-то развивать, там читать больше про это, продолжать про это думать и разговаривать, то вполне возможно, ваши вот эти вот мечты и желания никогда не сбудутся, потому что пока вы там думаете про свободный или несвободный рынок, про какие-нибудь еще, короче, какие-то свои приоритеты, там, насмотревшись, начитавшись книжек, насмотревшись стримов, про то, как вот как раз там спорят про ваки и леваки, есть реальность, в которой там победит просто самый харизматичный, или тот, который скажет просто, лучше поймет ситуацию, и скажет то, что нужно сказать конкретно сейчас, и от этого никуда не деться, это я все говорю к тому, что то, что вот в данный момент, или в следующий момент, присутствует в стране, не та власть, не тот режим, и, ну там, не та какая-нибудь повестка, которая вам нравится, в этом страна сама не виновата, они сменяются, и соответствуют какому-то актуальному, просто общественному запросу, и общественный запрос, он на довольно бытовые вещи, а страна и патриотизм, это вещь, которая дальше за ней. И вот мысль, которую я слышал много от кого про европейцев, и вот последний раз от Димы Шока, ну, известного чувака, который довольно долго прожил в Германии, ну, почти всю жизнь, что немцы критикуют и могут ненавидеть Меркель, но они не могут ненавидеть Германию, потому что они строго как раз таки разделяют эти понятия, что есть их страна, культура, к которой они причастны, и в любом случае будут причастны, а есть вот эта вот актуальщина, мирское, мимолетное, хотя оно и может длиться годы. Опять же, стоит в моих словах делать скидку на то, что я сам молодой чувак, и опять же, возможно, я там через какое-то время скажу, что был неправ в этом моменте и в этом моменте, но я вижу огромное количество среди именно своих ровесников вот это вот самое рашковое отношение к стране, то есть именно нет понимания какой-то большой культуры, которую они продолжают, потому что, ну вот, ну понятно почему, то есть вот из всего вышеописанного они не готовы себя с этим идентифицировать, потому что у них в основном опыт исключительно отрицательный, то есть они совсем с чем сталкивались, на чем там вот нанесен герб России, их это в основном разочаровывало, и это до невозможности обидно, потому что, понимаете, даже если вы переедете и будете там делать какие-нибудь проекты за рубежом, все равно в итоге ваши достижения пойдут в копилку России, как Нобелевская премия Бунина, то есть опять же, изменится все, и если вы там сделаете что-нибудь эпохальное, через сто лет это будут вспоминать здесь, в этой стране, ну или там то, чем она станет. И особенно это относится к маленьким городам, вот знаете, я то и дело к месту и не к месту упоминаю Химки, потому что, блин, у меня, знаете, есть амбиции на этот счет, то есть я бы хотел там по выслуге лет, когда действительно, ну, надеюсь, что-нибудь добьюсь и смогу что-нибудь важное и крутое сделать, я бы хотел стать из разряда там, ну, гордостью Химок, оказаться на какой-нибудь там Химкинской доске почеты, или что-нибудь открыть в Химках, и чтобы условно меня знали, как там Миша Сеин самый крутой Химчанин. И понимаете, чем меньше ваш вот этот вот населенный пункт условный, вот эта вот малая родина, тем проще стать самым крутым чуваком с этой малой родиной. И плюс, опять же, этот бэкграунд уже у вас есть, вы уже в любом случае в этом, вы просто можете это отрицать, а можете нести это как свой культурный код. И я вот сделал уже два огромных ролика, которые без зазрения совести называю фильмами про московские стикер-фесты, ну, не про, а как бы на этих непосредственно фестивалях, но я там задавал разные вопросы стрит-арт-художникам. Они, собственно, большинство из них москвичи, и делают свои дела в Москве грязные, и несмотря на то, что они там с точки зрения общества вандалы, они там имеют постоянные, находятся в постоянной опасности получить от государственных органов пиздюлей за свое искусство, и там многие из них, вот в первую очередь те, кто рисуют на стенах, они не надеются на какое-то там принятие с точки зрения властей, не было там ни одного человека, который не любит Москву. Все они именно делают свое искусство здесь, потому что они любят этот город. У меня будет сюжет про бурятский андеграунд, вот я его уже отснял, сейчас он в монтаже, и будет в монтаже еще долго, и идея снять ролик про них появилась от того, что они сказали мне, что идут клеить барельеф. Это огромная 15-килограммовая бетонная, ну как, ну по сути, скульптура, и они идут клеить ее на фоне особняка и недалеко от Лермонтовской площади, и там на самом барельефе они изображены похожим, ну, похожим на Лермонтова образом, то есть в стилистике его времени, и чтобы вписаться в остальную архитектуру, и при этом это их уже четвертый барельеф, и то есть представьте, сколько сил и времени нужно положить в барельеф, я их спрашиваю, а вот вас не парят, что их снимут? А они говорят, наши предыдущие четыре барельефа никто не снял, то есть понимаете, чуваки сами по себе свой город, вот любят, пиздец в него вкладываются, делают работы, и после этого, несмотря на то, что это нелегальное искусство, оно все равно остается на стенах, потому что это всех устраивает, это вот естественный процесс развития окружающей среды, благодаря людям, которые хотят в эту окружающую среду вложиться, и это вот сегодня, это вот сегодня в России, это делают обычные чуваки, вот там наши с вами ровесники. И вот главное, в чем я не согласен с Стасом Васильевым, это то, что нельзя дружить и общаться с людьми с не такими же политическими взглядами, как у тебя. Мне кажется, то есть опять же, может я молодой и глупый, там вот на своем веку и жизненном опыте, я там со всеми своими друзьями, которые со мной не согласны, по ряду вопросов посрусь, и все. Но, знаете, пока не посрался, а наоборот, мы со многими, когда видимся, долго, интересно и занимательно, блять, какую я ебаную каплю сейчас поставил, долго, интересно и занимательно спорим, и мне очень интересно с ними спорить, потому что я именно уважаю их как людей, и вот пока что моя позиция неизменна, мне кажется, это абсолютно путь в никуда. Наоборот, от вашей именно коммуникабельности зависит, мне кажется, напрямую ваш успех в любом деле, а именно закрыться в своем узком круге тех, кто вам поддакивает, это всегда можно успеть, но это, мне кажется, чисто путь к деградации. И последняя вещь, которая относится в первую очередь, наверное, к творческим людям, но никакой другой контекст для вашего творчества, то есть вы же в любом случае, когда что угодно делаете, вы используете какую-то стилистику, пользуетесь там чьими-то наработками, какой-то эстетикой, у нас вот, например, там очень много кто любит японскую эстетику, это может касаться как стиля одежды, так и относиться к стилю творчества, но ничто никогда не будет вам так органично, как свое. Вы можете потратить там бешеное количество времени на изучение, допустим, той же японской культуры, но никогда вы не будете ее настолько понимать, насколько вы понимаете свой контекст просто органически от природы. И опять же, все то, что... Вот почему многие берут как раз там какие-нибудь японские иероглифы, да, или вот стало модным это халики, арабская вязь. Почему это берут? Потому что, ну, во-первых, экзотика, там мы любим все иностранное, а потому... А еще к тому же, оно обладает вот шармом этой самой иностранщины. И когда вы в очередной раз берете сделать очередную там какую-нибудь копию иностранщины или вещь в другой стилистике, вы просто сделаете очередную стилизованную штуку. В случае, когда вы используете свой контекст и берете что-нибудь именно свое русское, что вы понимаете, и делаете... Берете это за первоисточник, за референсы, да, и после этого из этого формируете и создаете что-то свое, вот именно в этот момент вы можете получить гораздо более оригинальную работу и действительно сделать прям что-то новое и по-настоящему свое. Потому что это вы можете продолжить. Японскую культуру? Ну, вряд ли. Так что, дорогие друзья, политика политикой, а родину любить я вам настоятельно советую. Пишите, собственно, свои комменты, насколько вообще убедителен был весь мой предыдущий спич. Я вот относительно вышеописанного конфликта, наверное, ну, не вижу откровенно смысла никакие еще комментарии давать. Там неизвестно, сколько будет продолжаться и закончится, скорее всего, ничем. Можем... Может, увидим какую-нибудь интересную штуку. Может, вдруг они вот диссы друг на друга запишут. Вот рэп от Шевцова. Это то, что мне по-настоящему не хватает. А лучше еще рэп от Айкак Просто. Вот от такого кринж-парада я не откажусь. Все остальное, конечно, ну так, не очень интересно. А вот тема патриотизма, по-моему, стоит больших и подробных обсуждений, но, как известно, не всегда безопасно у нас сказываться. Так что ждите ролика про бурятский андеграунд. Будет просто охерительный видос. А так все. Спасибо, что ты смотрел. Смотрите теперь, как я заканчиваю эту работу. Вы знаете, где кнопка подписки. А! Субтитры сделал DimaTorzok